Партизаны сыграли огромную роль в разгроме нацистских оккупантов. Тысячи вагонов с техникой, личным составом и боеприпасами были пущены под откос. Тысячи складов с горюче-смазочными материалами были взорваны. Тысячи диверсионных операций, проведенных партизанами, значительно подорвали боевой дух солдат вермахта. Для координации своей деятельности у каждого партизанского отряда была одна или несколько радиостанций. Без радиосвязи невозможно было договориться о поставках оружия и боеприпасов, а также об эвакуации раненых. Невозможно было получать или передавать важную информацию. Поэтому партизаны берегли радиста, как зеницу ока. Коротковолновые ламповые радиостанции имели низкую энергоэффективность и быстро садились. А зарядить аккумуляторы от генератора или же от зарядного устройства у партизан, проводивших большую часть своего времени в лесах, возможности не было. Поэтому долгое время аккумуляторы радиостанции заряжали с помощью различных динамомашин. Решить эту проблему партизанам помогла обычная физика. В Ленинградском физико-техническом институте, возглавляемым академиком Абрамом Йофе, Юрий Маслаковец разработал термогенератор, основанный на эффекте Зеябека. Явление Зеябека состоит в следующем. В замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных полупроводников, контакты между которыми находятся при различных температурах, возникает ток. То есть, нагревая или охлаждая одну из сторон элемента, вырабатывается электроэнергия. Термогенератор, разработанный в Ленинграде, получил название ТГ-1 и внешне он был похож на котелок. В качестве полупроводников использовали соединение сурьмы с цинком и сплав меди с никелем и марганцем. Котелок заливалась вода, а под ним разводился огонь. При этом разница температур пламени костра и воды доходила до 300 градусов. А этого было достаточно для возникновения в термогенераторе электрического тока. Мощность ТГ-1 составляла примерно полампера при 12 вольтах. И этого было достаточно, чтобы партизаны заряжали батареи своих радиостанций. Выпуск генератора был налажен в марте 43 года, а на фронте его прозвали партизанский котелок. После завершения войны для бытовых целей было налажено производство термогенератора ТКГ-3, который можно было применять на керосиновой лампе и запитывать радиоприемник или же маломощную колхозную радиостанцию «Урожай». Устройство настолько было востребовано, что различные его модификации выпускались вплоть до 90-х годов. Современный термогенератор GTU-12 представляет собой цилиндрическую алюминиевую кастрюлю с винтовыми клеммами для подключения проводов. Он выдает напряжение 12 вольт с током 1 ампер, что вполне достаточно для заряда батарей большинства портативных гаджетов и освещения палатки или охотничьего домика.